Оплодотворение — героическая история одного сперматозоида, преодолевшего множество преград, чтобы слиться воедино с яйцеклеткой и дать начало новой жизни. Это история о каждом из нас. Во время полового акта около 300 миллионов сперматозоидов попадают во влагалище. Вскоре после этого миллионы из них вытекут наружу или погибнут в кислотной среде влагалища. Тем не менее, многие выживают за счет защитных элементов в жидкости вокруг них. Далее сперма должна пройти через шейку матки, открывающий доступ к самой матке. Обычно она плотно закрыта, но на время овуляции она остается открытой на несколько дней. Сперма проходит через цервикальную слизь, которая стала тоньше и водянистее, чтобы облегчить путь. Оказавшись внутри шейки матки, сперматозоиды продолжают плавание к матке. Миллионы погибнут, пытаясь преодолеть слизь. Некоторые остаются позади, застряв в складках шейки матки. Но позже они могут продолжить движение в качестве запасной команды. Внутри матки мышечные сокращения помогают сперматозоидам на пути к яйцеклетке. Однако резидентные клетки иммунной системы женщины уничтожают тысячи сперматозоидов, ошибочно принимая их за враждебные инородные тела. Далее половина сперматозоидов направляется в пустую фаллопьевую трубу, а другая половина попадает в маточную трубу, содержащую в себе неоплодотворенную яйцеклетку. К этому моменту сперматозоидов осталось лишь несколько тысяч. Внутри фаллопьевой трубы крошечные реснички двигают яйцеклетку в сторону матки. Чтобы продолжить свой путь и достичь яйцеклетки, сперматозоиды должны преодолеть встречные движения. Некоторые из них запутываются в ресничках и умирают. Во время этой части путешествия химические вещества в половом пути вызывают изменения в мембране, покрывающей головку сперматозоида. В результате он становится гиперактивным и начинает плыть быстрее к месту назначения. В конце концов, сперматозоиды достигают яйцеклетки. Из 300 миллионов в начале, только несколько десятков остаются в живых. Яйцеклетка покрыта слоем клеток, называемых коронарадиата или лучистый венец. Сперматозоид должен пройти через этот слой, чтобы достичь наружного слоя яйцеклетки, зона пелюсида. Когда сперматозоиды достигают этой оболочки, они прикрепляются к специализированным рецепторам на ее поверхности. Что является сигналом для кроссомы выпускать пищеварительные ферменты, помогающие сперматозоиду пройти через защитный слой. Внутри зона пелюсида узкая, заполненная жидкостью пространства в непосредственной близости от клеточной мембраны яйцеклетки. Первый установивший контакт сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. После рискованного путешествия и вопреки всем преградам, единственный сперматозоид прикрепляется к клеточной мембране яйцеклетки. В течение нескольких минут их внешние мембраны сливаются, и яйцеклетка принимает сперматозоид внутрь. Это событие вызывает изменения в оболочке яйцеклетки, которые не позволяют другим сперматозоидам прикрепиться к ней. Затем яйцеклетка выпускает вещества, отталкивающие другие сперматозоиды от себя. Ее оболочка становится непроницаемой для оплодотворения. По мере распространения реакции по ее поверхности, зона пелюсида затвердевает, останавливая менее везучие сперматозоиды. Сперматозоиды снаружи яйцеклетки более не могут прикрепиться к зоне пелюсида. Тем временем, внутри яйцеклетки развертывается плотно упакованный генетический материал отца. Вокруг него образуется новая оболочка, создавая мужской пронуклеус, предшественник ядра. Внутри него генетический материал перестраивается в 23 хромосомы. Материнский генетический материал, активированный слиянием сперматозоида с яйцеклеткой, завершает деление в виде женского пронуклеуса, содержащего еще 23 хромосомы. Как только женский и мужской пронуклеусы сформированы, паутинообразные нити, называемые микротрубочками, притягивают их друг к другу. Два набора хромосом объединяются, завершая процесс оплодотворения. В этот момент и возникает уникальный генетический код, тотчас определяющий пол, цвет волос, глаз и сотни других характеристик организма. Эта новая, единственная клетка, зигота, дает начало новой человеческой жизни. А теперь реснички в фаллопьевой трубе аккуратно двигают зиготу к матке, где он или она будут имплантированы в слизистую оболочку матки для дальнейшего роста и созревания в течение следующих 9 месяцев вплоть до момента рождения. Субтитры создавал DimaTorzok